Глобальных развязок и дорогих строек в этом году не будет, однако часть улиц преобразится. Как при минимальных затратах наладится логичное движение по транспортным коридорам, знают специалисты специальной рабочей группы. Установка светофорного объекта на пешеходном переходе около жилого дома по адресу Северная 615 для обеспечения безопасности пешеходов. Замена оборудования на светофорном объекте перекрестка Советского проспекта и улицы Комсомольской, имеющим большой износ. Реконструкция перекрестков улица Столиваров, улица Ленина и улица городского питомника, улица Молодежная. С облегчением можно поздравить и жителей 105, 106 и 112 микрорайонов. В ближайших планах сделать длиннее улицу Монтклер, проложить асфальт от Октябрьского до Рыбинской. Однако новые транспортные артерии непременно вливаются в старые, которые совсем не резиновые. Мы сегодня видим еще резерв в этих наших артериях по пропускной способности транспорта, если мы начнем оптимизировать нерегулируемые пешеходы. Да, конечно. Логисты уповают не только на стройку новых улиц, но и перезагрузку старых. К примеру, перекресток Луначарского Победа за небольшой день уже скоро сможет иметь большую пропускную способность. Установка светофора здесь будет самым затратным. Остальное – административный рычаг. Основная задача, говорит, что мы подходим точно убрать припаркованные автомобили с улиц города. Увеличить пропускную способность, мы фактически расширив на две полосы. В плане логистики движения уже сделано немало. Зеленые волны Пастелевара в Победе – расширение Матуринской и строительство Раахи. Вот в связи с этим строительство улиц Раахи от Батюшкова до Октябрьского. Когда намечается строительство? Этот объект – один из самых затратных. Развязка в конце Октябрьского моста планируется быть многоуровневой. Денег на нее пока нет. И в планах этот объект стоит лишь на 2019 год. А вот пять новых светофоров – перспектива более близкая. Для уменьшения аварийности регулировщики появятся на пересечениях улиц Юбилейная Беляева, Луначарского Победы, Столеваров-Строителей, Годовикова-Ленинградская и на Кирилловском шоссе.